Протягиваем выпуск. Сегодня на Гомельщине назначили 110-ю годовину с дня народжения своего знакомитого земляка Андрея Грамыки. Юн 28 годов займал посаду министра замежных справ Советского Союза, а потом працевал старшиней президиума Верховного Совета СССР. До юбилея Андрея Грамыки в регионе примирковали митинги и новые экспозиции. Наши корреспонденты с подробностями. Этот сквер у центра Гомеля был назван имем Андрея Грамыки в 2009 году. У гонорста годов дня народжения знакомитого земляка. Еще ранее, в лепени 1989 года, тут был установлен мемориальный бюст – двойцы героя социалистической работы. Это, дарыши, не один у знагороды дипломата. Его працовный шлях означен так само семью орденами Ленина. Орденами Великой Отечественной войны, працовного червоного стяга, знаком Пашаны. Это было, действительно, заслуженное признание. Участие в создании Организации Объединенных Наций. Разрешение Карибского кризиса. Он принимал в этом непосредственное участие. Советская дипломатия под руководством Андрея Андреевича Грамыка смогла фактически предотвратить ряд серьезных международных конфликтов. Индопакистанскую войну в 60-х годах. Благодаря своему принципу, который изложен вот в такой небольшой фразе «Лучше 10 лет переговоров, чем один день войны», он сыграл большую роль в так называемой разрядке в советско-американских отношениях в 70-х годах». Еще один митинг у этого дня проходит в Ветции. У отразления от Гомеля, где, будучи дипломат, учился в профессийно-технической школе, в этом городе Андрей Грамыка не жил николе. Но именно в Ветковском районе находится его малая родима – везка Старые Грамыки. Правда, после Чарнобыльской катастрофы я натрапила в зону отселения. И сейчас, обьей, нагадывают только фото с дымки. И картины, заслужанного дейча мастастого Беларуси Роберта Ландарского. Убачить их можно у экспозиции, якую сенью презентовали у первой Ветковской школе, якая уже 10 годов носить имя Андрея Грамыки. Тогда ж тут з'явилися и первые материалы об знакомитым земляку. Потом было супрасовненство с родными Андрея Грамыки и запыты у Министерства замежных справ Беларуси и России. Гэта дазволила створить экспозицию, якая адлюстровывая усе этапы деянности дипломата. В 1939 году его уже собирались назначить, уже были подписаны документы о назначении его ученым-секретарем Дальневосточной Академии Наук СССР. Но в этот момент набирали руководство, очень прореженное репрессиями. Руководство Народного комиссариата иностранных дел и Андрею Андреевичу предложили должность советника посольства в Соединенных Штатах Америки. Причем это предложение было озвучено лично товарищем Сталином. Иосиф Виссарионович даже дал ему ряд советов. Нужно ходить в церковь. Вот там вы услышите настоящий английский язык. Так Иосиф Виссарионович посоветовал Андрею Андреевичу. Что Андрей Андреевич, кстати, и придерживался этого принципа. Ходил в церковь. Жахарами БССР Андрей Грамыков спрямался, як наш человек, у керовниствия Советского Союза. Белорусским походжением Министра Займежных Справ гонорились школьники и студенты, для которых он был прикладом. Андрей Андреевич у Воголе корыстався большей популярностью у республицы, чем многие другие ведомые политические деячи, которые выходили в высшее шей керовниство краины. Узор отданности своей Украине, працевитости и профессионализму. Это про его уродженца Гомельской области Андрея Грамыку. «Хлопец из деревни Старый Громыка, который родился где-то на отшибе Могилевской губернии, у которого не было никаких карьерных перспектив, смог достичь таких высот. Мы его запомнили прежде всего как министр иностранных дел Советского Союза. Но вообще, если исходить из советской карьерной системы, он занимал даже высший государственный пост. Он стал председателем Президиума Верховного Совета Советского Союза. То есть формально он был руководителем Советского государства». Олег Шинцюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».